Российским компаниям хотят запретить размещать рекламу у иностранных агентов. Новый закон анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Это серьезно может повлиять на ютуб-каналы Юрия Дудя, редакции Ирины Шихман и Екатерины Гордеевой. Некоторые из перечисленных журналистов все еще находятся в России, берут комментарии в том числе, кстати, у антивоенных спикеров, а весомая часть их дохода как раз складывается из рекламы. Запрет будет касаться соцсетей, сайтов иноагентов, их ютуб-каналов. Разумеется, Володин добавил, что это не его инициатива, просто депутатам якобы поступают многочисленные обращения с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний. Конец цитаты. Видимо, потому что их смотрят и слушают, как интересно думает Вячеслав Володин. Ну и подробности этой предстоящей истории мы обсудим вместе с блогером Антоном С. Он к нам уже подключается. Антон, приветствую. Привет, Саш. Ну вот такой стартовый вопрос. Насколько это серьезный удар по большим ютуб-каналам? У тебя спрашивают, как у блогера. Я сейчас даже на своем примере приведу очень хороший пример. Я сам не гражданин России, у меня нет статуса инагента, но ситуация, какая у меня очень интересная ситуация, у меня тоже были российские рекламодатели, но примерно 2-3 месяца назад пошла такая ситуация, что рекламодатели, которые давали, крупные рекламодатели, которые давали рекламу на моем канале, они стали просить, пожалуйста, вырежьте старую рекламу. На ютубе есть такая функция вырезать из видео кусок или сегмент. Пожалуйста, вырежьте рекламу. Я был в шоке. Я думал, может быть, что-то подходит не так. Мне в итоге сказали без, как говорится, между нами, так если можно выразиться, что если они не вырежут рекламу, если я не вырежу рекламу у себя, у них серьезные проблемы, потому что они поддерживают прямая цитата блогера, который занимает антивоенную позицию. Но это я, живущий в Европе, и то я потерял последние своих российских рекламодателей. В случае же с иностранными агентами, я считаю, что это будет, конечно, удар ниже пояса, потому что, опять же, тот же Дудь сделал, я не знаю, за прошлый год более миллион, около 8 в долларах. Екатерина Шульман, она сделала, может быть, не такие бомбешенные деньги, но все равно это серьезный кусок дохода. И смотри на Катю Гордееву, которую я просто обожаю, у меня просто страшно за то, что они не смогут работать, они не смогут содержать. Если я человек-блогер, один человек, у меня очень маленькая команда, то там огромные команды, которые нужно содержать, которым нужно платить рекламу, и это, конечно, будет удар ниже пояса. Я не ожидал, что будет так. Я думал, скорее заблокируют YouTube на территорию России, чем отнимут последний кусок хлеба у иностранных агентов. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Ну, они пошли прям-таки, я считаю, по-подлому. Люди лишают заработка, и я думаю, что результат будет плачевным, конечно. А вот если речь идет о таких крупных каналах, как условный Дудь, опять же, как редакция Пиаварова, мы понимаем, что они тратят очень большие деньги на команду, на монтаж и так далее, но, с другой стороны, у них очень большой охват. В данном случае, не знаю, призыв к зрителям, чтобы они донатили, он может помочь? Или это все-таки мера несерьезная? Я думаю, что эта мера несерьезная, потому что, опять же, донатик нет. Может быть, какие-то есть российские ресурсы, которые позволяют донатить из России. Опять же, большие вопросы будут к тому, какие последствия будут у тех, кто кидает донаты. Вот здесь очень серьезная тема, потому что к людям вопросы есть и за их деятельность 2-3 года назад, поэтому неизвестно, какие законы будут приняты, и какие последствия будут у людей, которые шлют эти самые донаты. Но, опять же, никто не отменяет непосредственно монетизацию. С монетизацией, даже пускай без российского сегмента просмотров, все равно идут ощутимые деньги. И если в момент, когда отличили монетизацию с Ютуба, буквально на второй день войны, я думал, я положил зубы на полку. Нет, с монетизацией можно, конечно, жить, но это будет очень сложно, это будет неимоверно сложно, и содержать большие команды, это будет тоже сложно. Но я бы, я бы, вот с моей точки зрения, боюсь за людей, которые будут кидать им донаты из России. Из-за рубежа вопросов нет. Из России я боюсь за последствия для людей, которые кидают эти самые донаты. Тоже, увы, не шутка. Между тем, вот еще одна новость, которая появилась на выходных. В России должен появиться черный список блогеров. Туда попадут те, кто публикует свой контент только на зарубежных платформах и не заливает его или не делает какие-то эксклюзивы для ВК, для Рутуба и так далее. Ну вот мы как раз уже упомянули блокировку Ютуба. А вот таким образом, не блокируя Ютуб, ну вот создавая эти черные списки, как ты думаешь, можно перетянуть аудиторию на ВК или Рутуб, или другие какие-то платформы типа Дзена? Я думаю, что в сухом остатке, конечно, люди пойдут смотреть как-то нужное. И Ютуб, находясь на территории России, он приучил публику смотреть такого толка контент. Ну просто боюсь, что там будет просто развлекательный поверхностный контент, который не будет нести ничего полезного в принципе. И я боюсь, это настолько ужасная цензура. Просто вот так вот слушаешь сегодняшние новости, и я в шоке, что в наше время такое происходит. Они делают очень, как это ни ужасно не звучало, они делают очень правильные шаги для поддержки диктатуры, для тотальной цензуры. Это все делается правильно с их точки зрения. Интернет у нас свободен, никто его не закрывал. Средства массовой информации свободны. А как следствие люди будут терять в контенте. А креаторы, люди, которые производят контент, они, конечно, будут уходить, потому что нечего будет элементарно кушать. Может быть, какие-то нишевые авторские проекты. На этом все. Ну и вот в завершение один такой вопрос, может, немножко риторический. Исходя из того закона, который мы уже успели обсудить, это то, что рекламу запретят иностранным агентам. Значит ли это, что теперь, как только закон примут, иностранный агент, он может в принципе, в принципе, прорекламировать какой-то российский бренд, российскую компанию по своей инициативе, и компания дальше будет ждать штраф. Вот, например, я иностранный агент, например, прорекламирую по своей инициативе ресторан Тины Канделаки. Это восхитительная история. Опять же, я слышу, в каком ужасе рекламодатели из России просили меня срочно вырежьте сегмент. У нас просто будут гигантские проблемы. Конечно, наверное, можно будет делать такие диверсии, но на этом все. Это ужасно. Я думаю, что в сухом остатке можно брыкаться, трепыхать ножками, но по факту это путь никуда, потому что система, она очень-очень жесткая. Антон, спасибо тебе большое. Пообщались мы с Антоном Э, с блогером, поговорили про то, что российским компаниям хотят запретить размещать рекламу у иностранных агентов. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Вооруженные силы России на Донбассе собрали царь-поезд протяженностью 30 километров. Странную конструкцию обнаружили с помощью спутниковых снимков украинские асинт-аналитики проекта «Дипстейт». Более двух тысяч товарных поездов тянутся от Еленовки до Волновахи в Донецкой области. Сбор этой конструкции начался в июле 2023 года, отмечают аналитики. Вагоны украли с оккупированных России территорий. Это является очень специфическим инженерным сооружением, эффективность которого оценить сложно. Задумка понятна – препятствие для продвижения ВСУ. Её вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, а движение техники из-за такой помехи без пробития коридора невозможно. Российская армия минувшей ночью из Приморска-Ахтарска запустила 17 ударных дронов по Украине. 14 беспилотников сбила украинское ПВО в пределах шести областей. Звучай недопущено, на жаль, уламки сбитых беспилотников теж здатні спричиняти неприемности и руйнувание. Цього разу на территории инфраструктурного объекта, где они впали, выникла пожежа, але ее оперативно ліквідували и люди не постраждали. Загальна ситуация залишается все ж такою ж напруженою, крім дронів типу Шахет, ворог продовжує активно використовувати інші модифікації дронів. Зокрема, в нашій зоні відповідальності ми нарахували 54 дрони типу ФПВ, 5 ланцетів і понад 30 інших летальних аппаратів, які скидали осколкові боєприпаси. Я прошу прощення, так було. Ракетами С-300 россияне ударили по Люботину Харьковської області. Кроме того, із тяжелой артиллериї обстреливали населенные пункты в Днепропетровській області. Один із дронів ударив по електроподстанції. Без света в Павлоградському районі остається около 29 тисяч абонентів. В Терновці – 10 тисяч абонентів без води. Енергетики ремонтирують, ізувеченні оккупантами, щоб як можна скоріше подключити інфраструктуру і дому. Росіяне не використовують Старлинків в війні против України. В цьому уверен Ілон Маск. Сообщення від українських військов, аналитиків і Главного управління розвідки Миноборони України Маск назвав ложю. Рані аналитики американського військового портала «Дефенсуан» сообщали, що российські війська пользуються десятками терминалів Старлинк на фронте. І це повлияло на скорість інтернета у українських військових. В ряде ложних новостей утверждается, що SpaceX продає терминалів Старлинк России. Це категорически неверно. Наскільки нам известно, ні один Старлинк не був продан России прямо чи косвенно. О том, що оккупанты пользуються спутниковим інтернетом, сообщали і російські пропагандисты. В Кремле не підтвердили, но і не опровергли інформацію об использовании армії РФ Старлинк. Песков заявив, що офіціально РФ її закупати і використовувати не може. Це не сертифіційна система. У нас, соответственно, не може сюди офіційно поставляться і не поставляється офіційно. Соответственно, не може никак і використовуватися офіційно. Тут, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевським режимом і предпринимателем Маска. Він врет, як сивий мерин. Росавіація приторговувала самолітами і вертолітами. За останні два року практично 60 авіасудів були продані в черну, в так звані «недружественній Росії» страни. Кремлівські пропагандисты открыто пишуть, що як минимум три російських вертоліта Ми-8 якобы були використованы для оказання западной помощі Україні. Представляєте, кошмар! Тепер в гости кроссавіції прийшла ФСБ. В сентябрі прошлого року в Главному управліні украінської розвідки заявили, що російський пилот Ми-8 принял участие в спецоперції «ГУРА» і перегнал вертоліт оккупантов в Україну. За це літчик Максим Кузьминов, який выступив проти путинського режима, должен был получить полмиллиона долларов. Три вертоліта Ми-8 принимали участие в СВО на стороні противника, а самоліты Іл-76 совершали рейсы с виключеними відвідчиками. Практика відключення відвідчиків позволяє скрывати інформацію о маршрутах, по котрим борт перевозит грузи. В Госдумі предлагають 24 февраля відмітити в школах день начала війни в Україні. Предложення внесла депутат Яна Лантратова. В школи, она считає, нужно пригласить военнослужащих і показувати дітям видеоролики о війне. По мнению Лантратова, і в медіапространстві матеріалів, освіщаючих спеціальну военну оперцію, як вони її називають, з патриотичних позиций, крайне мало. Від нас одна ідеологія – русський мир.